Здравствуйте! Если бойлер перестал греть воду, то определять причину нужно последовательно. Сначала проверяем розетку в которую он включается. Работает. Неисправными могут быть вилка, шнур, узло на шнуре, регулятор температуры, ну и сам тем. Я покажу как все это проверить, даже если у вас нету мультиметра или других измерительных приборов. Снимаю крышку. Осторожно, чтобы не повредить трубочки капилляров. А вот и наш тен. Отсоединяю от него провода. Здесь клеммы втычные, а у вас могут быть винтовые. Значит нужно их отвинтить. Желто-зеленый провод это провод заземления. Он на работоспособность бойлера не влияет. Можно прозвонить всю цепь от вилки до тена тестером. Этот провод регулятор температуры не прерывает. Вот можно понажимать кнопку УЗО. Она работает. Теперь проверяю второй провод, который подключался к тену. Проверяю регулятор температуры. Видите, вращаю. Да, все щелкает, выключается, включается, все хорошо. То же самое можно проверить при помощи обычного патрона с лампой. Вот, например, такого. Присоединяю лампу на место тена. Если необходимо, то лучше места соединения заизолировать, изоленточкой. Включаю вилку. Как видно, все работает. УЗО и терморегулятор. Если это все не работает, то нужно отдельно проверить шнур с вилкой. Проверяю его с помощью лампы. Как видите, шнур работает. Таким образом можно исключить те части, которые исправны. Если это все работает, а бойлер светится, но не греет, то, скорее всего, не исправен именно тен. Значит, придется проверять тен. Можно его проверить мультиметром, измерив его сопротивление. Вот у меня получилось 34 Ом. У вас может получиться от 19 до 34 Ом, приблизительно. Можно проверить простой лампой, без мультиметра. Один конец шнура подключаем прямо к тену. Ко второй клемме тена подключаю лампу. Место соединения заизолирую. А теперь второй провод лампы соединяю со вторым проводом шнура. Включаем вилку в розетку. Если бы лампа не засветилась, то тен однозначно перегорел. Убираем лампу. Можно проверить тен даже и без лампы. Тут необходимо соблюдать осторожность. Подключаем один конец шнура прямо к тену. А второй конец шнура прикасаем кратковременно ко второй клемме тена. Если искра есть, значит тен исправный. Если искры нет, значит тен перегорел. Для замены самого тена снимаем с него провода. Раскручиваем гайки. Все, можно вынимать. Осталось раскрутить вот этот винт в серединке. Торцевым ключиком. Вот и все. Новый тен устанавливается сюда в обратном порядке. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok